Всем привет! Смотрите, как восстановить данные системного накопителя или RAID-массива виртуального сетевого хранилища Starwind SunNAS. Далее в видео я покажу восстановление данных с RAID-массива 5-го уровня с файловой системой XFS виртуальной машины на базе гипервизора VMware. Данная видеоинструкция также подойдет и для других способов построения виртуального сетевого хранилища Hyper-V, KVM и т.д. Но прежде чем перейти к процессу восстановления данных, давайте кратко поговорим о том, что такое Starwind SunNAS. Starwind SunNAS это мощное и удобное средство для создания и управления сетевыми хранилищами. Оно позволяет объединить несколько виртуальных дисков единой хранилища с возможностью резервирования и репликации данных. Однако, как и любое другое оборудование, даже с самой надежной системой существует риск потери данных из-за различных факторов, таких как аппаратные сбои, ошибки операционной системы или человеческие ошибки. В данном видео мы рассмотрим как восстановить данные с виртуального сетевого хранилища Starwind в случае их потери или повреждения. Я покажу шаги по остановлению данных, используя специализированные инструменты и методы. Также обсудим важные моменты по предотвращению потери данных и созданию резервных копий для обеспечения безопасности вашей информации. Для установки скачайте ISO образ операционной системы Starwind с официального сайта. Нажмите «Скачать». Заполните анкету, после чего на вашу почту придет ссылка для скачивания ISO образа системы. А также ссылка на скачивание ключа для пробной версии. Создание виртуальной машины Starwind ничем не отличается, к примеру, виртуальной машины Subuntu. Подробнее о том, как создать виртуальную машину в Amware смотрите в отдельном видео у нас на канале. Единственный момент – это настройки сети. Чтобы увидеть машину в сети, выберите способ подключения сетевой мост. А теперь давайте подробнее остановимся на процессе установки Starwind, хотя и этот процесс не должен вызвать никаких вопросов. Запускаем виртуальную машину. В начале загрузки вы видите окно лицензионного соглашения. Для продолжения подтвердите свое согласие. После откроется окно установки. Убедитесь в том, что выбран пункт «Install Starwind» и нажмите Enter. Далее выберите диск, на который будет установлена система. Введите «Yes» для подтверждения и нажмите Enter. После чего начнется процесс установки. Дождитесь его окончания. Установка завершена. Нажмите Enter для перезагрузки. После загрузки виртуальной машины вы увидите консоль управления устройством. Для того, чтобы хранилище было доступно в сети, настройте сетевые параметры, включая IP-адрес и подсеть, в соответствии с вашей инфраструктурой. Это позволит устройствам вашей сети подключаться к хранилищу и обмениваться данными, а также управлять хранилищем. Чтобы открыть консоль нажмите Enter. Затем введите логин и пароль, по умолчанию user и следующий пароль. Далее откройте настройки сети. Enter для редактирования. Введите IP-адрес, маску под сети, основной шлюз, а также имя хоста и DNS. Enter для подтверждения. Теперь перейдя по этому IP-адресу в браузере вы попадете в веб-интерфейс StarVine. Перейдя по адресу вы видите окно мастера первоначальной настройки. На следующем этапе загрузите файл лицензии, ссылка на него пришла вместе с ссылкой на образ операционной системы. Прочтите и примите лицензионное соглашение, чтобы продолжить. Просмотрите или измените настройки сети и нажмите Далее. Для конфигурации рекомендуется использовать статические сетевые настройки. Укажите имя хоста виртуальной машины и нажмите Далее. Создайте учетную запись администратора, логин, пароль, подтверждение пароля. Далее. Проверьте выбранные параметры и нажмите кнопку конфигурации для начала настройки хранилища. Подождите пока мастер начальной настройки не настроит Starwind. Хранилище настроено и готово к работе. Нажмите кнопку Готово, чтобы установить плагин Starwind Suite Center. Или снимите флажок, чтобы пропустить этот шаг и перейдите на страницу входа. Введите логин и пароль нового пользователя. Далее здесь вы можете создать пул, волюм и так далее. Так как далее мы рассмотрим как восстановить данные с рейд, давайте рассмотрим процесс его построения в данной операционной системе. Рейд будет построен на основе технологии MD1. Для того чтобы собрать из дисков рейд откройте Storage, Storage Pools. Здесь кликните по кнопке Создать новый пул. Далее отметьте диски и выберите нужный тип построения пула. Рекомендованный автоматический или ручной. В ручном можно выбрать уровень RAID и файловую систему. По умолчанию это XFS. Указав параметры нажмите Create. По завершении построения он появится в этом окне. Далее можно создать волюм. Откройте раздел Volume. Здесь нажмите Создать новый том. Укажите пул на котором будет создан новый том. Задайте ему имя и объем. На следующем шаге выберите настройку для файловой системы. Проверьте параметры и нажмите Создать. После создания тома можно создать сетевую папку и настроить к ней доступ. Откройте консоль управления хранилищем. Настроить SMB. Создать общедоступную папку. Здесь установите отметку напротив нужного тома и задайте имя папки. Есть и Enter для подтверждения. Затем нужно изменить SMB пароль. Иначе папка не появится в сети. Открываем проводник, сеть и вот наша папка. А теперь давайте рассмотрим восстановление данных. Если вам нужно восстановить данные с разрушенного RAID операционной системы Starbind SanNAS или системного диска воспользуйтесь программой Hetman Recovery. Если нужно восстановить данные системного диска вам подойдет Hetman Partition Recovery. А если это RAID установите Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем типа RAID и систем построения различных производителей NAS устройств включая Starbind. Так как данные NAS построены на базе виртуальной машины, программа поддерживает и восстановление файлов виртуальных дисков различных гипервизоров. Установите и запустите Hetman RAID Recovery. Для поиска утерянных файлов с диска виртуальной машины их сперва нужно смонтировать программу. Для этого нажмите сервис «Монтировать диск». Далее выберите тип виртуального накопителя или укажите гипервизор. Затем укажите путь к файлам виртуальных дисков. ОК. И далее. После накопителей появится в окне программы, а также вы видите ваш RAID. Программа в автоматическом режиме собирает из накопителей RAID массив. Вам лишь нужно его просканировать. Диск с системой в программе отображается следующим образом. В связи со спецификой файловой системы и удобства он вынесен и отображается как отдельное устройство. Если вам нужно восстановить данные с него, кликните по накопителю правой кнопкой мыши и выберите открыть. Затем выберите тип анализа и запустите сканирование диска. RAID массив отображается вверху. Для поиска утерянных файлов кликните по массиву правой кнопкой мыши открыть. Далее выберите тип анализа. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. Если в результате программе не удалось найти нужных файлов выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное окно программы, кликните по массиву правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ Укажите файловую систему. Отметку поиска по содержимому для начала можно снять, это немного ускорит процесс анализа. Для более сложных ситуаций выполните полный анализ с поиском файлов по содержимому. По завершении откройте папку где хранились файлы, которые нужно вернуть. Программа сохраняет оригинальные имена файлов и структуру папок, делая процесс восстановления максимально интуитивным и удобным. Кроме того, программа предоставляет предварительный просмотр содержимого файлов перед их восстановлением, что позволяет убедиться, что вы восстанавливаете именно нужные данные. Содержимое каждого файла отображается в окне предварительного просмотра. Ранее удаленный имеет соответствующую отметку. Выделите все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Укажите место куда сохранить данные, диск, папку и нажмите еще раз «Восстановить». По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. Итак, мы рассмотрели процесс успешного восстановления данных с виртуального сетевого хранилища Starwind Sanars. Важно помнить, что профилактика и регулярное создание резервных копий ваших данных могут значительно снизить риски потери информации. Также следите за состоянием вашего оборудования, чтобы избежать непредвиденных сбоев и проблем с хранилищем. Благодаря этим мерам вы сможете обеспечить безопасность и надежность вашей системы хранения данных. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас и помогло восстановить утерянные файлы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok